Добрый день. Я хочу адресовать свое видеообращение к генеральному секретарю ООН, а также Совету Безопасности ООН, его руководителю. Меня зовут Алферова Нелли Александровна. Я гражданка Республики Беларусь, являюсь человеком с активной гражданской позицией, общественным деятелем, баллотировавшимся в качестве депутата парламента Республики Беларусь в 2019 году. Сегодня я как творческий человек и победитель международных конкурсов ООН по защите прав беженства, безгражданства, миграции и толерантности международных конкурсов Красного Креста в вопросах войны. А также победитель многих республиканских конкурсов, связанных с защитой прав человека, тяжело переношу наблюдаемое всеми гражданами Республики Беларусь непрекращающееся насилие. Как физическое, так и моральное, так и психологическое в отношении граждан моей страны, так и политическое со стороны Российской Федерации. В отношении граждан моей страны производят заведомо незаконное задержание, заключение под стражу, применяют пытки и заведомо судят в национальных судах. Сейчас я хочу призвать вас оказать нам помощь, нам, гражданам Республики Беларусь, где первым будет являться применение рычагов воздействия на ближайшего соседа нашей страны, Российскую Федерацию, дабы предотвратить попытку аннексии нашей страны, так как обещание президента России Владимира Путина выделить военную поддержку Александру Лукашенко, если акция протеста увеличит свой масштаб недопустимо. Если наш сосед в лите Владимира Путина и его команда хочет навредить белорусскому народу, то мы обязаны защищаться и от него. Вторым – предоставление возможности провести республиканский референдум, на котором мы, граждане Беларуси, первое – поставим вопрос о признании выборов 09.08.2020 года недействительными, отзовем в связи с утратой доверия значительное количество депутатов парламента, осуществим голосование за предоставленных кандидатов в президенты, решим вопрос о переходе к парламентской форме правления парламентской республики, так как власть, сконцентрированная в руках одного на постсоветском пространстве, показала свою неэффективность во всех сферах жизнедеятельности, экономика, социальная культура, социальная сфера, из-за чего около месяца продолжаются массовые протесты в нашей стране. Для этого нам необходимо посещение всеми представителями стран-участник ООН, нашей территории, государства, которые будут присутствовать от начала и до конца в решении глобальных вопросов внутри страны – Республики Беларусь. Потому что на сегодняшний день в стране из-за деятельности бывшего президента коррумпированы все три имеющиеся ветви власти. Первая – законодательно представляет собой карманный парламент Александра Лукашенко, в состав которого в 2019 году вошли лишь люди, которые зависимы от наемной работы, потому как легко манипулируемы. Седьмой созыв белорусского парламента 2019 года не смог пройти ни один человек от собственного бизнеса, самозанятого населения и не поддерживающий режим Лукашенко. Сейчас отозвать депутатов парламента не позволяет режим, созданный Лукашенко, так как любая попытка и начало любых законных действий, мероприятий заканчивается для инициирующего человека, людей, заведомо незаконными задержаниями, административным и уголовным преследованием, а также похищением людей. Второе – исполнительное. Это премьер-министр, которого назначает президент, согласие парламента и подчиненный ему Совет министров Республики Беларусь. Далее подчиненные исполнительные комитеты местного уровня, которым подчиняются на местах отделы культуры, отделы образования и с помощью давления на которых работники данной сферы участвовали в фальсификациях 9.08.2020 в выборах президента Республики Беларусь. Судебное. Все знают, что судейский состав Конституционного суда состоит из шести судей, назначаемых президентом. И шесть судей избираются парламентом. Председатель назначает президент, опять-таки, в согласие парламента. Все судей Верховного суда в нашей стране назначаются президентом, в согласие парламента. В связи с этим сегодня в белорусских судах проходят судебные процессы, но только те, которые направлены на применение наказаний к протестующим против режима, созданным бывшим президентом страны. Сегодня не заведено ни одного уголовного дела в отношении работников правоохранительной системы, которые нарушили законные права граждан Беларуси, а также не начато ни одного административного процесса в отношении лиц, которые приняли участие в фальсификации выборов. Несмотря на то, что у средств массовой информации, которым до сих пор ограничен доступ для публикации и вещаний на территории нашей страны, и граждан Беларуси имеется огромное количество свидетельств нарушения их избирательных прав и тяжких преступлений, организованных на территории государства. Для сведения о чрезмерных полномочиях президента я еще в 2005 году, будучи студенткой Университета Полоцкого государственного, пыталась опубликовать статью, которая в связи с режимом на территории Беларуси не смогла опубликовать. Ее опубликовали только за рубежом. Учитывая все вышеизложенное, мы, граждане Республики Беларусь, просим Совет Безопасности ООН принять все меры по тяжким преступлениям бывшего президента страны Александра Бегорьевича Лукашенко. Для возбуждения в отношении его уголовного дела и сделать все возможное, чтобы данное дело было рассмотрено международным судом. И третье. Нам, беларусам, нужна финансовая помощь через независимые профсоюзы, а также неправительственные организации для защиты своих граждан. Финансовая помощь на адвокатов. Помощь в том числе на оказание бесплатной анонимной психологической помощи пострадавшим от режима Лукашенко. А также предоставление возможности дистанционного обучения посредством интернет в других странах наших малолетних детей. Так как давление в отношении граждан, борющихся с незаконными действиями режима Лукашенко, начинают оказывать через детей, пытаясь не принимать в государственные школы или оказывать давление внутри ее стен. С просьбой о помощи из самого старого города Республики Беларусь, из города Полоцка, Нелли Алферова.